На этом уроке мы завершим наш разговор про глагол «наджалю» в этом айте, также про породу «фа-аля-фалю». На прошлых уроках мы упомянули, как правильно надо понимать упоминаемые в книгах по сарфу правила, которые гласит, что если глагол приходит по породе «фа-аля-фалю» с «фатхой» второй коренной буквы в обеих формах глагола, как в форме «альмады», так и в форме «альмудары», то в этом случае айн или лям, то есть его вторая или третья коренная буквы, будет обязательно одной из частей гортанных букв. Это является условием данной породы. Мы сказали, что это не означает, что наличие гортанной буквы последовательно приводит к огласовке айна второй коренной буквы «фатхой», так как есть немало глаголов по породе «фа-аля», содержащих во второй или третьей букве гортанную букву, но чья вторая коренная буква не огласована в форме настоящего будущего времени «фатхой», как мы видели это на примерах. Значит, наличие гортанной буквы не обязательно приводит к породе «фа-аля-фалю», хотя в большинстве случаев это так. Осталось сказать, что «фа-аля» это «фа-алюн, саля-фи-юн, муджар-радун, сахихан, салиман», то есть трех буквы на глагол первообразной формы, то есть без добавления «сахихан», то есть правильный, здоровый глагол, подобно здоровому человеку, у которого бывает стабильное состояние. Захихан, здоровый, правильный глагол это глагол, в Anne корне которого отсутствуют так называемые слабые буквы. րûфы- аkten – это буквы «алиф, вау» и «я», т.е. его три коренные буквы не являются буквами «алиф, вау» и «я», слабыми или больными буквами, значит правильный глагол, здоровый глагол, подобен здоровому человеку, а слабый глагол, т.е. глагол в трех-буквенном корне которой имеется одна из трех слабых букв – «алиф, человеку, чье состояние бывает нестабильным. Значит так же, как и наличие у человека болезни делает его состояние нестабильным, переменчивым, так же и наличие в корне глагола этих слабых букв приводит к нестабильности и изменчивости этого глагола. Так из-за этих букв часто происходит то их удаление, то замена одной буквы другой, или же они лишают своих огласовок и т.д. Следует отметить, что в глаголах ассахих, то есть в правильном здоровом глаголе учитывается только отсутствие слабых букв. Это означает, что такой глагол остаётся здоровым, правильным, даже если среди его букв есть хамза или его вторая и третья коренные букв являются однородными. То есть здесь мы смотрим только на наличие или отсутствие слабых букв. Если в этом глаголе нет слабых букв, такой глагол будет считаться ассахих, правильным и здоровым, даже если он с другой стороны является махмузом, то есть глагол, у которого одна из коренных букв является хамзой, или мудафом. Мудафом, то есть глаголом, чьи вторая и третья коренные буквы являются однородными. То есть его айн и лам – это одна и та же буква. Это то, что касается глагола ас-сухья. Также этот глагол джа'ля является сальмом, то есть тоже правильным, точнее сказать, невредимым, свободным от недостатковым глаголом. А глагол сальм – это тот глагол, среди коренных букв которого нет три причины, три недостатка. Это уже упомянутые нами славы глагола алиф-вау-я, а также буква хамза. И, наконец, третья причина или третья недостатка – это однородность второй и третьей коренных букв. Значит, здесь учитывается отсутствие трех причин. Во-первых, этот глагол не должен быть му'таль, то есть не имеющим в корне одну и тем более две из трех слабых букв алиф-вау-я. Во-вторых, не должен иметь в корне букву хамзу, которая, хотя она сама по себе здоровая буква, но исходя из того, что она гортанная буква, которую трудно произносить, она также, как и слабая буква, подвержена изменениям, хотя и не в таком количестве, как слабые буквы. И, в-третьих, ее вторая и третья коренные буквы не должны быть однородными, одинаковыми, так как это тоже приводит к различным изменениям в форме глагола, так как трудно произносить одну и ту же букву, а затем возвращаться для произношения этой же буквы повторно еще раз. Легче произнести ее одним залпом, как, образно говоря, одним разом, то есть посредством ташдида, удвоением. Итак, мы видим, что общее свойство термина ас-сахи, ас-сальм – это отсутствие слабых букв, больных букв, алиф-вау-я, хотя в остальном эти два термина разнятся. Так, в глаголе ас-сахи не обращается внимание на наличие хамзы или однородность айна-илама, то есть второй и треть коренных букв, в то время как в ас-сальм учитываются все три эти явления или свойства. Значит, можно сделать вывод и сказать, что каждый глагол ас-сальм – это автоматический глагол ас-сахи, так как в глаголе ас-сальм одной из трех причин, которые должны отсутствовать, является как раз-таки отсутствие слабых букв, отсутствие которых и учитывается в глаголе ас-сахи. Однако не каждый глагол ас-сахи может являться салем, ведь в глаголе ас-сахи учитывается отсутствие только одной причины, то есть слабых букв, в то время как в глаголе ас-салим учитывается отсутствие трех причин – слабых букв, хамзы и однородности айна и лама. Значит, глагол может быть ас-сахих, в то же время ас-салим. Следует отметить, что авторы некоторых книг по сарфу, как, например, известная книга по сарфу Альбина, не делают различий между этими двумя терминами – ас-сахих и салим, и считают их названием одно и того же понятия – Аллаху А'лам.